На пути стал серьезный противник. В минувшие выходные женский гонбольный клуб «Динамо Синара» встретился с вице-чемпионами прошлого сезона Тольяттинской «Ладой». Это первый домашний матч для волгоградских гонболисток. Телеканал «Волгоград-1» транслировал игру в прямом эфире. Для тех, кто не смог проследить за противостоянием в субботу, расскажем, как прошел матч далее в новостях спорта. Встреча началась спокойно. Наши спортсменки в первой половине первого тайма даже лидировали. Но на этом удачу покинула «Динамо» и девушки стали уступать. Гости из Тольятти легко перетянули преимущество на свою сторону и к середине первого отрезка счет составлял 10-4. Уже не в нашу пользу. «Ничего не исполнили. Мы просили. Первые 7-8 минут еще что-то пытались поиграть. Но, к сожалению, подвела очень низкая реализация игровых моментов. И тут же получили все на спинах. Отрезок в 10 минут мы не могли реализовать ни одного момента. Зато получили все свои ворота». Тренеры «Ладо» к середине игры вытащили еще один козырь. Выпустили на поле чемпионок мира Валерию Кирдяшеву и Елену Михаличенко. Спортсменки то и дело атаковали волгоградских гонболисток. По стилю игры болельщики без труда могли угадать конечный счет и исход игры. «Да, мы, конечно, готовились к команде «Динамо», потому что надо настраиваться на любую игру. Эмоции хорошие. Все поиграли, наигрались, попробовали что-то новое. Больше дали отдохнуть стартовому составу. Как Александр Николаевич сказал, молодежь больше сегодня поиграла. Я думаю, игра для нас сложилась хорошо. Эмоции хорошие, победа, мы рады». В итоге счет на табло 20-32 не в пользу наших девушек. В своей следующей игре спортсменки из «Динамо Синара» встретятся с гонболистками из Ростова-на-Дону. А вот поболеть за волгоградок на домашней арене жители и гости города смогут теперь только в начале ноября.